Дорога из Варны на Софию 470 километров не близкий путь чтобы время зря не терять я вам сейчас кое-что расскажу а заодно вы посмотрите пейзаж представим себе что человек решил начать бизнес в индустрии МЛН в сетевом маркете какие рекомендации ему дать на начальном этапе ну первое самое важное это классика как выбрать компанию я бы выделил 5 основных критериев по которым надо выбирать компанию 5 то что тщательно выбирать компанию важно потому что ты начнешь работать с какой-то компанией вложь в нее силы и энергию построишь организацию а она развалится и год два три пять лет твоей тяжелой работы в надежде построить себе будущее оказались у кота под хвостом поэтому конечно надо выбирать тщательно если вы серьезно пришли сюда чтобы добиться успеха разбогатеть и обеспечить будущее себе и своим близким я хочу сказать откровенно я не знаю другого места просто не не знаю мне уже много лет я не знаю другого места где обычный обычный повторяю обычный человек мог бы за два три четыре пять лет настолько стремительно подняться что в обычном традиционном бизнесе где требуется колоссальное вложение это невозможно сделать ни при каких обстоятельствах просто но не при каких обстоятельствах какие бы деньги вы не вложили если честно и так поэтому очень важно выбрать компании и и и прицелиться достроиться и двигаться уже на полную катушку какие критерии основные критерии первое 5 я сказал первое это руководство руководители компании и владельцы те кто управляет вашим бизнесом нашим вашим должны быть первое самое главное и основное порядочными честными нежадными людьми все остальное допустимо но вот это самое главное честность порядочным и и щедрость второе они должны понимать хорошо как работает механизм сетевого бизнеса к сожалению полно извиняюсь за выражение людей которые ничего не соображают хорошо бы чтобы эти люди сами побывали дистрибьютор чтобы на своей шкуре испытали каково и и так порядочность самое главное и понимание сути бизнеса руководителя как это сделать интернет связи короче говоря узнавать надо не не пожалеть времени чтобы узнать кто такие руководители второе это продукт продукт должен быть классный хорошие качества он не должен быть сложный супер попер какой-то навороченный который трудно запомнить изучить использовать простой востребованный много раз повторяем продукт на которые люди будут всегда подписаны то есть они влюбляются в продукты годами десятилетиями готовы его использовать вот тогда это залог успеха нет продукта нет ничего все остальное противном случае пирамида обман и нужно бегом бежать оттуда третье маркетинг план план выплат если план чрезмерно громоздых сложен и непонятен и его невозможно рассказать за пять минут в популярный какой-то форме то тогда это очень тяжело очень тяжело план должен быть простым ясным доступным для понимания любому человеку ну какое-то время затратить придется но основу нужно рассказывать быстро следующее четвертое время которое компания находится на рынке чем больше времени компания находится на рынке тем надежнее стабильнее ее положение такие монстры которым 20 30 40 лет это уже ты можешь гарантированно сюда приходить работать и тогда все но все зависит от того какие у тебя цели если ты хочешь сильно быстро преуспеть то здесь практически это невозможно практически невозможно потребуется колоссальные усилия и совпадение массы факторов хороший толковый спонсор который достиг успеха готовый тебя тянуть изо всех сил твоя настырность трудолюбие нечеловеческая настойчивость талант способности ну короче говоря регион все вместе время удобное для развития бизнеса все должно совпасть чтобы ты в такой компании преуспел лучше всего когда компании 2-3 года она уже прошла первый год становления оформилась и теперь если у нее есть идея хороший продукт талантливые руководители ты можешь за 2-3 года обеспечить себе на всю жизнь будущее заняв верхние ступеньки в карьерной лестнице получая самые большие чеки в этой компании навсегда вот это очень важно выбрать время конечно здесь существует определенный риск потому что в первые пять лет говорят компании балансирует на грани и не все к сожалению удерживается потому что много разных факторов влияет на то как компания удерживается на рынке и кризис и наезды и все что угодно следующее продвинутость компании и руководителей с точки зрения использования инструментов если она действует допотомными способами то тогда я не знаю лучше всего когда есть система и когда компания адаптирована для работы в интернете без интернета сегодня просто ловить нечего и так если все это совпадает если порядочные умные руководители понимающие какой как работает механизм сетевого маркетинга если хорошие продукты которые действительно нужны людям не фуфло не фишка заманушка лишь бы что-нибудь а настоящий реальный продукт нужны людям приносящим пользу которые нравятся людям хороший надежный маркетинг план простой и ясный срок пребывания на рынке удачный и плюс интернет вот если это все совпало вперед и со страшной скоростью начинать работать быстро стремительно много долго и правильно если все это сделаете через два года через максимум три года вы миллионер гарантирую вы миллионер я знаю это точно я это сделал и вы сможете